Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня основная серия на проекте Родина, ролеплей, центральный округ, монизис Кирилл Хаблаканов, не забывайте вводить по ник при инстрации, также можете вводить по промокод, вся информация есть в описании под видео. Итак, дамы и господа, сегодня новый видосик, и в этом видосике мы будем следить за самыми просто богатыми миллиардерами данного сервера, то есть мы будем смотреть, чем они занимаются, сколько у них денег, что у них по имуществу, поэтому видосик будет реально интересный. Я извиняюсь за свой голос, пацаны, потому что я заболел, реально, у меня, блядь, просто, ну пиздец, реально, горло болит, сопли, блядь, еще и зуб болит, поэтому сложно снимать, реально сложно, но я стараюсь, я у него весь мокрый просто уже, блядь, пятый пот с меня течет из-за того, что, возможно, у меня есть температура, хрен его знает на самом деле, поэтому вот как-то так. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита, поставьте просто лайк, подпишитесь на канал, я вам буду очень сильно благодарен, ну и можете еще поддержать меня в комментариях. Всем удачи, пацаны. Смотрите, реально, видосик, я думаю, вам понравится. Ну что ж, я думаю, начнем с того, как я вообще буду находить этих людей, которые сейчас играют, как я за ними вообще собираюсь следить. Следить я буду через админку, а как я найду этих людей, на сайте проекта Родина РП, есть такая возможность, там, вот, допустим, заходишь в мониторинг Родина РП, центральный округ, и здесь есть рейтинг серверов, и здесь вы нажимаете, и можете посмотреть самых богатых игроков, и в сети они находятся или нет. Сейчас в сети самых богатых игроков 3 человека, по-моему, да, но здесь есть раздел самых богатых, наличные, банк, самые старые игроки, самые дорогие дома, самые дорогие бизнесы, и самые законопослушные. Мы сейчас посмотрим наличку, получается, вот это 3 человека, и здесь еще есть самый богатый банк, почти 4 часа дня, ну ладно, 3.20, время 3.20, то есть сейчас посмотрим, чем, в принципе, они занимаются, поэтому ставьте лайки, повторюсь, подписывайтесь на канал, погнали смотреть. Ну что ж, пацаны, я уже зашел в игру, зашел под админочку, и сейчас мы будем следить за игроками, самые богатые, просто чем они все-таки занимаются, Кирилл Агафонов, получается. А, это администратор еще, понимаете? Короче, за ним мы не можем посидеть, это администратор. Какого хрена он вообще делает в топе самых богатых игроков, мне вот интересно. Я как бы догадывался, что это администратор, но мы даже не можем посмотреть его статистику, то есть, да, у него 1 миллиард 748 миллионов, пацаны. 1 миллиард 748 миллионов, и у него еще на банке лежит, то есть, у данного администратора получается, ну, грубо говоря, 2 миллиарда. Ого-го-го-го, дядя, ты шо? Вот это у него просто уровень, 119 уровень, денег 1 миллиард 300 на руках, и 2 миллиарда 100 миллионов находится на банке, и еще миллиард находится на депозите. Просто, блядь, я аж заикаться начал, блядь, это пиздец просто. 3 миллиарда 400 миллионов находится денег у этого игрока в данный момент, плюс у него еще есть велосипед Айс, BMW Z4, Bentley Continental GT, Chevrolet Colorado и Chevrolet Monster. То есть, пацанчик реально такой заряженный. Работает он разработчиком продуктов, пацаны. Я так понял, он просто стоит, отдыхает, как бы. Короче, я там немножко затупил, надо было вебку передвинуть, потому что вам не было видно, но я вебку уже передвинул на другую сторону, поэтому я теперь с другой стороны нахожусь. Всем привет, так сказать. Короче, вот, как бы, его статистика, может, там толком не было видно, я просто посмотрел запись. Вот, смотрите, получается, Кирилл Агафонов, я просто вебкой все закрыл, я вам не показал. Вот, в принципе, что у него по имуществу, ну, то есть, по деньгам. В принципе, он тоже довольно-таки богатый игрок. Просто я когда об этом рассказывал, я, блин, затурил все, получается, своей вебкой. Сейчас вебка уже на другой стороне, поэтому все нормально. Так, следующий у нас Вася Сатана, давайте посмотрим, чем у нас он занимается. О, Вася у нас, в принципе, ездит на мотоцикле и слушает музыку, это уже хорошо. Так, давайте посмотрим его статистику. Кто у нас, что вообще? Так, уровень у него сотый, получается. Денег у него на руках 1 миллиард 166 миллионов. На депозите у него 456 миллионов. По имуществу у него очень много машин, очень много машин. БВ-7, какой-то байк, премиум, какой-то вертолет, наверное, Аудир-8, Ямаха, Митсубиши, Тесла, Аудиа-8, Роллс-Ройс, Мерседес. То есть, у пацана реально очень много машин. Он, получается, работа механик, кавказская мафия, должность родной, седьмой ранг у него. Пацанчик реально тоже при бабках, у него сотый уровень. Какой у него там номер бизнеса, давайте еще раз посмотрим, 164. Вася Сатана, да, вот, пятерочка на Нашане. Но мне кажется, здесь финки вообще нету, потому что сюда люди не ездят вообще. То есть, для чего он его себе купил, может, либо словил, я не знаю. То есть, да, у него состояние такое хорошее, у него много машин, но бизнес у него какой-то не очень, кстати. Так, у него, получается, домик находится на самой пиздатой рублевке. Я забыл, как она называется. Ривертаун, или как-то, блядь, как она называется. Короче, я забыл эту рублевку. Короче, у него пиздатый такой дом. А здесь у пацанчика как бы есть и бизнес, и бабок до хера, и домик, и очень много машин. То есть, пацанчик реально пока что вроде бы как он самый такой богатенький, да? Следующий игрок у нас тоже очень богатый, но деньги у него находятся на банке. Так, давайте посмотрим, что у него вообще по состоянию. Так, вижу то, что у него очень много машин. Там BMW M5F90, BMW M5F60, Mercedes S600, Maybach. То есть, тачки реально у него такие богатые, мажорские такие тачки. На, получается, банке у него лежит 2 миллиарда. На депозите 112 миллионов. И на руках у него 52 миллиона, получается. Уровень у него 147. То есть, у него пока что самый большой уровень. Так, у него есть дом, получается. Давайте посмотрим дом. У него всего лишь квартирка, да? А где квартирка находится? В Арзамасе, да? Да, квартирка находится в Арзамасе, короче. Ну, видите, у пацана там 2 миллиарда, но дом он себе не покупает. Видимо, ему он не нужен. Как бы у него есть много машин, много бабок. Но живет он в обычной квартирке за 400 тысяч рублей. Ну и последний игрок, которого мы сегодня посмотрим. Это у нас, получается, Jamix Fox. Так, денег у него 1 миллиард, получается, на банке. 500 миллионов в депозите и 4 миллиона на руках. Есть у него тоже машины. Это BMW X7, Toyota Chaser, Rolls-Royce Kulinan и Mercedes S Policia. То есть, ну, такой, поскромнее уже пацанчик. Да, понятное дело, что до этого у нас были прям очень богатые люди. Реально, ну, это очень жестко. Типа, иметь там 3 миллиарда на руках, плюс еще там бабки. Ну, короче, точнее, бабки машины. Понятное дело, что на родине экономика, типа, не такая, как на других проектах, допустим. Но все же, 1 миллиард, пацаны, понимаете? 1 просто миллиард. Я таких денег просто, ну, реально не видел. У меня на родине, по-моему, было максимум, ну, для, мол, 150, наверное. И то, ну, это реально копейки просто на родине. Ну, нормально. Нормально у нас сегодня пацаны попались. У всех, в принципе, большой уровень. Все богатые, все вроде бы нормальные. Но толком, как бы, никто не играет. У нас только один пацанчик там катался, но остальные просто там в АФК стоят. Один у нас вообще администратор. То есть, толком они ничем не занимаются на серваке. Ну, в данный момент, когда я записывал видео. То есть, я считаю, что видос получился интересный, потому что, ну, интересно понаблюдать вообще, посмотреть на очень богатых людей. Точнее, на самых богатых людей, которые есть на проекте, ну, точнее, на серваке на родине РП Первый сервак. То есть, мне реально было интересно это посмотреть. Я думаю, вам тоже, поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал. Все, спасибо за просмотр. Всем пока-пока.